Продолжение следует... 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 И сразу же было определено, что первая школа будет школой с украинским языком обучения. Но это будет не быстро, это будет переходный период. Этот переходный период был обозначен в 10 лет. У нас он затянулся, извините меня, вон на такой период. Поэтапно мы делали шаги для того, чтобы эта школа перешла на украинский язык. Пришло время, когда мы, уже исходя из всех возможных и невозможных законодательных актов и статистики, которые есть у нас в Южном, мы уже обязаны привести в соответствии к действующему законодательству и хотя бы довести до 50 на 50. Никто сегодня не ущемляет возможности родителей русскоязычных и так далее, тем более это не два разных языка, не разная языковая группа, это славянские языки. Если ребенок получает обучение в классе с украинским языком, это не значит, что там нет предмета русский язык. Это все сегодня есть и оно по программам сохраняется. Но мы сегодня, по сути, в городе Южном ущемляем право людей, право граждан Украины получать обучение на государственном языке. Поэтому мы, как органы местного самоуправления, обязаны это привести в соответствие. Ничего критичного и криминального в том, что сегодня первая школа с первого класса не переходит со школы на украинский язык обучения. Все дети со второго по одиннадцатый класс они будут учиться так же, как они пришли в свое время в школу. Был это русский класс или украинский. И только через 10 лет эта школа перейдет на украинский язык обучения полностью. Сегодня мы говорим только о 60 человеках, которые пойдут в первый класс, в три украинских класса. Вот о чем идет речь. Но мы говорим еще и о том, что у нас в городе Южном достаточно классов и первых в том числе, которые будут набираться с русским языком обучения во второй школе и в третьей школе. И нет ничего проблематичного сегодня, если принципиально обучать ребенка на русском языке, пожалуйста, есть выбор. Мы не переводим весь город на украинский, на школу с украинским языком обучения, хотя в принципе это тоже было бы логично, это было бы выполнение церковного украинского класса. Вы мне позволите, да? Да. Мы рассматриваем вопрос на заседание комиссии. Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что очень неудачные представители педагогов к нам пришли, для того, чтобы отстаивать интерес к педагогу. Если педагоги, это прямо родители. Это родители. И неудачные, и неудачные, и неудачные, и родители тоже неудачные. В том числе, если родители пришли решать вопрос, и начинают решение вопроса с угрозой о том, что они будут бить окна, то это слова не мои, это слова родителя или педагога, который выступал. То, если таким образом никакие вопросы в учении не порешаете, наоборот, изумите. Так вот, и было обращение на наши фирмы. Ну, во-первых, обращение было такое, общее обращение, и было шесть подписей в этом обращении. Но, хотя было отмечено о том густном разоворе, о том, что есть таких порядков высокой человек, но шесть человек никак не отображают там, где были подписи. Никак не отображают желание и стремление тех высот. Я для того, чтобы было более понятно, более приемлемо, простите, я приведу разовор на себя. Три года назад я своего внука в Одессе однозначно решил отправить в украинскую школу. Понимая о том, что прошло время в учебных заведениях на украинском языке и так далее, мы говорим в семье в основном по-украински, дети говорят по-русски, и решил в Одессе отправить в украинскую школу. Я в Киевском районе, обошел половину Киевского района, не подбирал школу под себя, а я искал школу, где школа с украинским, ну вот, с украинским, ну вот, с украинским, и я, да, я там нашел школу, отдал туда внука. Поэтому подбирать школу под ребенка, не знаю, кто создает, причем специально накручивая ситуацию, создают такую ситуацию в украинском. Есть две школы с русской, в форме, как правильно сказать, русская форма, русская форма, и с украинским. Если я хочу свою ребенку, чтобы он учался на русском языке, так две школы есть. Я понимаю, что нет, что все школы закрыли, осталась одна, и то закрывают. Это ситуация, которая складывается в нашем городе. Я много раз обсуждал, я же еще раз, я не считаю, что комиссия, мне кажется, она политизированная, или кто-то, есть заинтересованные Лиза, которые специально накручивают эту ситуацию. В городе, с шестью улицами, из тридцатью тысячи населений, четыре школы, две из них на русском, русская форма, и украинская, и создавать проблемы о том, что, потому что мне на 20 метров ближе для этой школы, я думаю, это не совсем этично, как со стороны руководства и преподателей школы, так со стороны водителей. Может, все равно я на контроле, я поеду. Вот еще один раз. Ее нужно сказать обязательно. Я был учитель, как все эти процессы, не знаю, с воздействия седьмого года. Я понимаю, что мне, как директору школы, неудобно говорить об этих вопросах. Говорите об чьих вопросах. Да, поэтому придется говорить именно так. Вопрос исторический. Историю надо это узнать, и тогда можно определить, кто прав, а кто виноват в этом деле. Дело было, конечно, в 88-м году. Мы с Ольгой Васильевной, по настоянию Ольгой Васильевной, обратились в областную управление. Он переводил первую школу на украинский язык обучения. То есть Ольга Васильевна тоже участвовала? Да, был Ирган приказ, он администрировал, был Ирган приказ. Параллельно, я хочу провести еще одну параллель. Мне в 86-м еще году указанием Одесского горкома парка, а мы принадлежали тогда городу Одесса, было также дано указание созданию учебно-воспитательного комплекса. И за эти 30-29 лет было много разных перебитей, связанных с этим процессом, с учебно-воспитательным комплексом. И конфликты были, и пенали, и все что угодно, но данное слово надо выполнять. Следующим шагом, который был, когда Ольга Васильевна начала эту работу, вступился в эту работу укранизации школ покойных студентов Павла Семеновича, если кто-то хорошо помнит. Он настоял на открытии отдельной школы, дополнительной, потому что процесс перехода из первой школы с русскоязычной на украиноязычной очень медленно шел. Поэтому была открыта, чисто украинская школа номер 4 с давлением на всех. Именно инициатором был именно Путенко Павл Семенович. Следующим шагом в этом вопросе было настоятельно сделано, в связи с тем, что первая школа медленно двигается, открытие украинских классов в третьей и во второй школе, что нами было и сделано. И мы на протяжении 10 лет эти украинские классы содержали, но это оказалось нецелесообразным. Поэтому, естественно, руководитель, который попросил эти все процедуры осуществить и ввести школу на украинский язык, должен нести ответственность в документ, который нужно было выполнять. Уменьшение количества классов русскоязычных, преподавание учебников, ряда учебников на украинском языке. Такая программа была установлена в старших классах. Но она не была сделана. И на сегодняшний день, мое личное мнение, что виноват во всем директор, он должен молча, склонив голову, принести извинения перед родителями, если в этом есть необходимость, в том, что извинись, товарищи, я сама должна была это дело потихоньку осуществить. Но я не могу понять, почему началась эта политизация, кому она выгодна, и кому она... Я считаю, что ничего не выгоднили его, потому что... Да, информацией, но каждый не имеет права на сформурувать свою думу, если будет потребность, то еще повернемся до этого вопроса, но сейчас сегодня... Дмитрий Сегёнович, можно просто поговорить о статистике? Почему так не делаете? Просто жители города, или родители, учителей, которые точно так же переживают? И мы поймем реальную картину, откуда эта статистика взялась, что у нас очень много родителей, которые хотят идти в русский класс именно в первую школу. Почему вы не оставьте хотя бы один класс? Делайте нам постепенно этот переход. Уже 10, 15 лет он. Ну, люди просто идут... У нас 4 русских, и 2 украинских класса сейчас на горбу в том году. Ну, оставьте хотя бы один класс, чтобы люди могли выбрать... Ну, не знаю, меня... Я помню, простите, я вот уже не важный вопрос. В выступлении Майи Петровны на заседании комиссии, она сказала о том, что есть как раз какой-то документ, который реаниментирует, не рекомендует смешанную форму общения. Но я в разом не понимаю слова этой очень красивой женщины, которая сейчас... А, наконец, сказали, что вы даже в самом начале. Да. Я не понимаю. Вот школа украинская, вот школа русская. Нет, надо создать под нее красивый украинский класс, а я нам школа с русской конкурсией. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, вы понимаете, ни один нормативно-правовой документ, который находится у нас на исполнении, как и органы местного самоуправления, есть документы, которые предполагают проведение опросов, референдумов, каких-то общественных слушаний. То, о чем мы сегодня говорим, это, во-первых, не предполагает... Нет, это было в том, что прокурор разобрался с этими вопросами. Если родители заявляют, о том, что это школа бюджета, а это бюджета, значит, надо спросить того, что это заявляет, вот откуда такая информация, что это школа бюджета, это информация. А я вам хочу открыть страшную тайну. Сам, вот я вам говорю как специалист, что самая лучшая начальная школа в нашем городе, это вторая школа. По преподавательскому составу и по тем возможностям, которые в этой школе есть. А дальше переводить ребенка куда? Такой куда? Все равно ребенку учиться на украинском языке. Все вузы поэтапно перейдут на украинский язык. Мы с вами, коллега, в другом плане. Мусын заканчивает, он закончил, и заканчивает в этом году. Мы очень много друзей из городе Одессы. Дети, которые учатся на украинскую школу. Мой сын закончил украинскую школу. У меня всегда предпочтение идут в той школе, в которой через дом. Так удобно. И я вижу этих родителей, которые начинают уже подбивать эти баллы 130, 120, 140. Я с 190, говоря, там среднестатистическое должно получиться. Ведь ведь детей своих моборяк, мы живем в этой стране, мы законы не пишем в Южном. Мы их выполняем. И ребенок, закончивший и русскую школу, тем более по точным наукам, пока ваш ребенок закончит школу, уже точная наука будет преподаваться, изучаться, преподаваться обязательно в французском языке. Но страна, мы живем в этой стране. Мы не пишем законы в городе Южном. Мы их исполняем. Не травмируйте детей, не заставляйте делать немусилля над собой. Почему тут вот так вот и не иначе? Вот так и иначе. Вы понимаете, что будет дальше? Проследите вот эту, я не знаю, вот эту дорогу, путь, который должны быть и ваши дети. 200 человек подписалось под обращением. А сколько? 200 или больше? Нет. У нас подписи получилось 156, зарегистрировано 27 числа. И еще мы собрали дополнительно 48, по-моему, если не ошибаюсь. То есть там около 196 подписей у нас есть. Причем эти подписи вчера Майя Петровна нам не захотела, не захотела показать на комиссии по социальным вопросам. И, соответственно, наши депутаты и члены исполкома, они просто не видели эти подписи. А заявление к Лиманскому, на котором расписались 5 человек, просто мы пошли к Лиманскому, расписались там, у нас было обращение лично к нему. И они посчитали, что это все. Хотя мы им доносили о том, что у нас действительно есть эти подписи, и они здесь подколоты к заявлению мэра. Вы обращались к городскому голове непосредственно? Приходили к нему на прием? Нет, мы не приходили к нему на прием. Мы написали это заявление, мы решили подождать. У нас был срок месяц, для того, чтобы у нас дали какой-то ответ. Ответа никакого не было. И, соответственно, сегодня сессия в отпуске, поэтому у нас выбора не было. Сегодня мы решили прийти. У вас всего трое было. Скажите, почему так мало людей, и что вы планируете дальше? Людей очень много, и очень многие нас поддерживают. Сегодня нас мало не потому, что нас нет, а потому, что мы не захотели создавать в данной политической ситуации вот эту массовку, делать пикеты, плакаты. Мы взрослые люди, я надеюсь, здравые, и мы хотим нормально договориться. Вы обратились сегодня к членам исполкома, вас не поддержали. Как ваше внутреннее ощущение? Вы согласны с тем, что вы услышали сегодня? Нет, внутреннее ощущение притеста, и очень обидно. Что будете делать дальше? У вас есть уже какая-то стратегия? Ну, на данный момент мы будем обращаться к депутатам, и надеемся, что они вас поддержат. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok